Самый громкий процесс десятилетия. Судей выступил подсудимый и показали кадры с видеокамер ресторана БАО. Виновата все-таки девочка? Так вот откуда берутся Бешимбаевы. Пик еще не пройден. Уйдет ли Астана под воду и какова компенсация за затопленные дома? Новый закон о госзакупках. Смогут ли теперь подарки, которые стоят 3,5 тысячи тенге, покупать за 18 миллионов? Хорошее дело браком не назовут. Почему казахстанцы стали меньше жениться и больше разводиться? Отвечают сами казахстанцы. Здравствуйте, уважаемые друзья. Это еженедельная итоговая программа проекта Прямо Покунаева. На этой неделе, так же, как и на прошлой, основными темами нашего информационного пространства были две. Паводки в регионах и, конечно же, дело Куандыка Бешимбаева. И в этот раз, если позволите, я начну со второй. Уверен, это дело войдет в анналы отечественного правосудия. И не только тем, что оно громкое и главный фигурант личность известная, в прошлом занимавшая большой государственный пост, но еще и обстоятельствами. Открытый в прямом эфире. Если честно, я даже не знаю, какой именно отрезок или фрагмент из всех этих судебных заседаний вам здесь показывать. Потому что смотреть все это очень непросто. Слушания завершились тем, что были зачитаны сообщения с телефона Салтанат, в которых она обвиняла Бешимбаева в измене. Признавалась, что любит его, но устала от его бесконечных упреков, подозрений и необходимости постоянно ему что-то доказывать. Также было показано в видео с камер наблюдения в ту роковую ночь. На кадрах видно, как Куандык Бешимбаев наносит удары девушке руками, ногами и таскает ее за волосы. На этой неделе заседания были в понедельник, среду и четверг. Теперь продолжится в следующий понедельник. А сегодня с правильными словами выступила министр Балаева, которая сказала, что Салтанат Нукенова уже стала символом всех пострадавших от бытового насилия. Она выразила надежду, что открытый суд, его транспарентность удержит потенциальных преступников от насилия и спасет многие жизни. Также Аида Балаева заявила, что не стоит питать иллюзий, что человек, однажды поднявший на вас руку, изменится. Не изменится. Если он способен ударить женщину, унижать ее, он в принципе лишен моральных устоев и человечности. Не нужно терпеть, придумывать оправдание себе и ему. Что вы его любите, что он вас любит, что нужно терпеть ради детей. Разводиться не стыдно. Еще по этой теме, вернее чуть о другой истории, но очень похожей. Если помните, пару недель назад мы рассказывали о случае в Павлодаре, где в одном из лицеев мальчик ударил девочку и сломал ей нос. Кстати, замечу, мы одни из первых СМИ, что рассказали об этом широкой публике. Так вот, на днях стало известно, что маму школьницы, которая получила удары по лицу, наказали. Ей назначили штраф в 52 тысячи тенге. Наказали за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Внимание! Адвокатам, защищавшим мальчика, удалось доказать, что ребенок подвергался буллингу. В частности, они заявили, что пострадавшая сама подходила к младшей сестре школьника, унижала ее. Кроме того, она якобы говорила унизительные слова самому мальчику, язвила и высмеивала его одежду и так далее. В ответ получила поносу. Вы не прослеживаете некую схожесть двух историй? Это и то, что сейчас проходит в Астане. А потом еще и спрашиваем, откуда берутся Бешимбаевы. Паводки, потопы, половодие. Вот уже вторую неделю природная стихия не дает покоя многим казахстанцам. В нескольких областях объявлен режим ЧАЭС. Потоплены десятки населенных пунктов. Тысячи граждан эвакуированы. В городах собирают гуманитарную помощь для пострадавших. Накануне президент страны посетил один из регионов, где ситуация остается тяжелой. Западно-Казахстанскую область и встретился там с местными жителями в одном из эвакуационных пунктов. Это беспрецедентное стихийное бедствие, которого ранее не было. Государство, правительство протянут руку помощи. Будет оказана материальная и финансовая помощь. Поэтому не беспокойтесь об этом. Все наладится. Кроме того, глава государства провел заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации, где отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации. Мы все понимаем, что это природное явление. Произошло увлажнение почвы в результате обильного снеготаяния и глубокого промерзания земли с образованием ледяной корки. Затем потепление, осадки, которые привели к снеготаянию. К сожалению, в текущем году все эти обстоятельства сработали вместе. Нам нужно извлечь уроки. Ежегодная подготовка к паводкому периоду должна начинаться в летний-осенний период и включать в себя три направления работ. Прежде всего, это меры прогнозно-аналитического характера. Гидрометеорологической службе нужно тщательно анализировать прогнозные данные и формировать сценарий развития ситуации в предстоящий паводковый период, заявил Касымжомарт Токаев. Замечу, по данным МЧС, на сегодня из подтопленных районов эвакуировали 19 тысяч человек. В зоне подтопления остаются дома в Актюбинской, Костанайской, Атраусской, Акмолинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях. Без транспортного сообщения более 60 населенных пунктов. Позавчера большая вода вплотную подошла к Уральску, топит Кокчетау, а вчера режим ЧС объявили в Петропавловске. И, естественно, у всех у нас возник вопрос, а не грозит ли наводнение столицы? Слушаем ответ министра водных ресурсов. По Астанинскому водохранилищу сейчас мы накопили 400 миллионов, правительная мощность 410, форсируемый объем 425. Осуществляем попуски вниз. Это вот за последние, наверное, 4-й год мы первый раз начали попуски издавать. 300 кубов мы сейчас даем. Что это значит? Поплывет Астана или не поплывет? Можете? Я сейчас объясню. Безопасность может 350. Воду накапливаем сейчас в Астанинском контррегуляторе. С сегодняшнего дня Астанинский контррегулятор мы открыли. Начали с 5 кубов, с 3, с 5, с 10. Начинают потихоньку воду пропускать по Астане. Астане потоп не грозит. Мы это регулируем сейчас, чтобы этого потопа не было. По словам чиновников, таких паводков в стране не было несколько десятилетий. Вода идет не только с рек, но и со степей, где почва промерзла и резко растаявший снег хлынул в населенные пункты. Кстати, на днях была озвучена сумма компенсации за жилые строения. Так, стоимость одного дома оценили в 22 миллиона тенге. Что и говорить, ситуация с наводнениями в некоторых областях действительно сложная. И у людей возникают вопросы. Куда смотрели акиматы? Ведь на подготовку к половодию выделяются и средства, и техника. Впрочем, этим вопросом задаются не только простые граждане, но и высшее руководство страны. И как сказал президент, разбор полетов будет. Обязательно будет. Но чуть позже. Сейчас главное справиться с текущей ситуацией и помочь пострадавшим. Государственные закупки. Вот скажите мне, что вы знаете об этом? Уверен, многие из вас слышали о них, некоторые сталкивались с ними. Ну и, конечно же, большинство наших граждан относится к ним с большой настороженностью. И не зря. Ибо сфера госзакупок – одна из самых теневых в нашей стране. Позвольте вкратце поясню, что такое государственные закупки. Так вот, это когда госорганы, объявив конкурс, покупают у частных предпринимателей товары, работы и услуги. Причем абсолютно все от ручек и скрепок, заканчивая люксовыми авто и самолетами. И поверьте, этот рынок просто безмерный. Ежегодно суммарный объем госзакупок в Казахстане составляет несколько десятков триллионов тенге. Огромные деньги, согласитесь. И каждый год в этой сфере выявляются тысячи нарушений, которые наносят бюджету громадный ущерб. Буквально полгода назад аудиторы Министерства финансов нашли нарушения в госзакупках на 1 триллион тенге. И это только за 9 месяцев 1-го 2023 года. Еще раз подчеркну, были проверены государственные закупки на 10 триллионов, из которых нарушения выявили на 1 триллион. Представляете масштабы коррупционной сферы? Вот яркий пример. Несколько месяцев назад Управление внутренней политики Акимата Алматинской области пыталось купить подарочный набор за 18,5 миллионов тенге. Хотя фактическая стоимость этого набора составляла 3,5 тысячи тенге. То есть цена была завышена на 525 тысяч процентов. У меня просто нет слов комментировать подобные случаи, которых предостаточно. Самые частые нарушения в госзакупках это предпочтение отдельному потенциальному поставщику, сужение круга потенциальных поставщиков путем установления необоснованных требований и необоснованное заключение договоров способом из одного источника. И вот учитывая все эти нарушения и недоработки, Министерство финансов подготовило новый проект закона о государственных закупках и презентовало его в парламенте. Однако некоторым депутатам он пришелся не по душе. Когда этот законопроект вошел в мажорист, я как депутат ужаснулся к качеству его содержания. Хуже проекта закона о госзакупках были только проекты строительного и водного кодексов. Но благодаря профессионализму руководителя рабочей группы и ответственному отношению моих коллег-депутатов, которые внесли свои замечания и предложения, этот слабодышащий законопроект получил человеческий облик. Сейчас, в настоящий момент, нельзя не отметить положительные его стороны. Есть в них положение об общественном контроле, автоматизации закупок, развитие электронного магазина. Есть предложение по обеспечению прозрачность госзакупок. Но даже сейчас, несмотря на внесенные предложения депутатов, проект закона, мягко сказать, слабый и не полностью создает для бизнеса безопасные правовые условия от коррупции, спекуляции и вмешательства, лобби чиновников, организаторов государственных закупок. И большинство детализирующих норм не отражены в проекте закона. И разработчик по концепции планирует детализировать их в подзаконных актах. В качестве примера, в самой пояснительной записке от 23 сентября 2023 года указано, что процедурные положения будут установлены на уровне правил. Но, к глубокому сожалению, на рабочих группах мы эти правила не увидели. Хотя, в принципе, министерство должно было зайти в мажорист не только с проектом закона, но и, соответственно, этими правилами. И у нас возникает такой риск. Не рискуем ли мы, что завтра на подзаконном уровне, на уровне подзаконных актов, Акимы и другие организаторы госзакупок под себя будут прописывать эти правила? Это, конечно, нас не устраивает и не будет устраивать в дальнейшем. Кстати, как бы депутаты не критиковали законопроект, они его все же приняли в первом чтении. Если вы заметили, в своем выступлении господин Базарбек четко обозначил адресат. Министра финансов Мадита Киева. Ибо именно его ведомство ответственно за данный законопроект. Министр, в свою очередь, не стал отрицать того факта, что ранее госзакупки были заточены под определенный бизнес и привел свои аргументы по нововведениям. Что касается комментариев, я согласен. У нас законопроект достаточно сбалансированный. Он у нас направлен в первую очередь, чтобы воспринимать все эти вещи. Мы, перед тем, как я вспоминаю, как делать, провели анализ всех обращений. Всех обращений граждан, Акимата, поставщиков, закупщиков. На основании него были сильные изменения. Здесь есть много норм, которые направлены на какие-то иные вопросы. Мы хотим, в первую очередь, уйти... Вы сами, как раз, знаете, сейчас везде обсуждается, что госзакупки стал одним инструментом из бизнеса. Мы хотим это искоренить. Для этого что надо? Для этого мы уходим на централизацию. В первую очередь. У нас сейчас есть лейтинговая система. Мы с крошкой дуэ запустили. В первую очередь, в пилотном проекте, здесь человеческая партнерная функция, система самая выбирает потенциального поставщика. За этот период, буквально там, вот, не было еще ни одной жалобы, чтобы думать, правильно выбрать поставщики. Эту практику мы пока применяем только для строительного монтажных работ, но мы ее распространим на все виды высказки. Что ж, наберемся терпения и посмотрим, как будет работать новый закон. А пока вот о чем. У меня был знакомый, который нигде не работал, но жил припеваючи. Все у него было, и в средствах он не нуждался. А все почему? Потому что сидел на тендерах. То есть, делал деньги вот на таких вот госзакупках. Участвовал в них, наводил связи, делился с кем надо, выигрывал и поставлял товары и услуги по завышенным ценам. Вот и весь механизм. Ничего против знакомого не имею. Каждый крутится как может, но все же. И вроде борются с нарушениями в этой сфере. Совершенствуют законы и вся система госзакупок, начиная от планирования и заканчивая оплатой, переведена в электронный формат. Все продумано и открыто. Вроде нет места коррупции. Однако, как там говорят, голь на выдумку хитра. Особенно там, где есть государственные деньги. И вернемся к разводам. Нет, не в том смысле, что кого-то обмануть или провести, а в прямом. Развод двух когда-то любящих сердец. Согласитесь, в последние годы эта тема стала более чем актуальной. Разводы стали частым, обыденным явлением в нашем обществе. Уверен, в окружении каждого из нас есть те, кто развелся. Впрочем, давайте обратимся к статистике. Статистика свидетельствует о росте в 2021-2023 годах количества рассмотренных судами дел о расторжении брака. Так, в суды поступило в 2021 году более 80 тысяч. В 2022 – 82 тысяч. В 2023 – более 78 тысяч дел и заявлений. Почти половину из них суды удовлетворили. Желающих развестись больше всего в Алматы, Алматинской и Карагандинской областях. Меньше всего – в Улытау. Говоря об этом, нужно отметить, что и желающих связать себя узами гиминея становится с каждым годом все меньше. Так, в 2021-м казахстанские органы РАКС зарегистрировали более 120 тысяч браков. В 2022-м – 128 и 4 тысячи. В 2023-м – 120 тысяч и 9. В 2023-м – 120 и 9 тысяч. Для сравнения, в 2017-м году поженились около 140 тысяч пар молодоженов, сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики Казахстан. Вполне возможно, что это последствия кризиса 90-х. Но знаете, я вот о чем подумал. Вот скажите, зачем современной женщине искать себе мужа? Ну, раньше-то он нужен был там воду принести, дров наколоть, за скотиной присмотреть. Ну, или забор починить на крайний вариант. А сейчас ведь в квартирах все есть. Свет, вода, газ, тепло, уют. Коммунальный рай. Без хлопот и забот, как пелось в одной песне. Если заскучала, есть телевизор и интернет. Если в доме надо что-то починить, есть муж на час. Ну, а если есть необходимость в плане физиологии, есть мужчины по вызову. Так что в современном обществе женщине не нужен муж. В общем, так же, как и мужчине, не нужна жена. В доме есть стиральная машина, пылесос. В магазинах полно еды на любой вкус. Можно заказать доставку. А если нужна подруга, так жрицы любви в любую минуту готовы скрасить ваше одиночество. Лишь бы были деньги. Так что большой вопрос. Нужны ли мы друг другу? Ну, а если серьезно, то развод это, конечно, большая трагедия для обеих сторон. Особенно, если есть дети в совместном браке. Замечу вот уже 6 лет, как у нас существует проект «Семейный суд», который при поступлении иска о разводе привлекает психологов и других специалистов для мирного урегулирования вопросов, связанных с расторжением брака. А с осени прошлого года была расширена подсудность ювенальных судов и теперь споры, связанные с интересами детей, рассматривают 19 специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних. В завершении программы мы решили узнать у столичных жителей, а что они думают об увеличении числа разводов среди казахстанцев. Чаще всего разводятся, наверное, потому что подходят к этому шагу не очень обдуманно. Поэтому как-то сначала влюбляются, там страсть, наверное, происходит, а потом уже, когда все это проходит со временем, то люди понимают, что они совсем друг другу не подходят. Мне кажется, просто люди должны ответственно относиться к этому шагу и прежде чем пожениться, какое-то время, наверное, повстречаться, я не знаю, узнать друг друга побольше, чтобы не происходило таких каких-то трагедий. Надо проводить какую-то пропаганду. Пропаганду чего? Надо обращаться к психологам, например, семейным, когда наступает какая-то тяжелая ситуация в семье, и все будет хорошо. Ну, молодым главное, чтобы образование получить, работу, стабильность даже надо быть. Ну и, конечно, поддержка родителей обязательно. А дальше все будет у них. Нет, я все-таки не верю, что такой социальный институт, как брак, устарел и вымирает. Не верю или все же, как в том анекдоте, хорошее дело браком не назовут. А что вы думаете по этому поводу? На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Смотрите нас, комментируйте и, конечно же, подписывайтесь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok